Всем добрый день! Я очень рада, что мы сегодня собрались в этот прекрасный выходной такой небольшой, камерной, но уютной компанией. И даже если пусть у нас и совсем небольшое количество зрителей, то мы все равно всегда рады каждому человеку. И сценический опыт — это всегда хорошая вещь, его не бывает много. Большое спасибо, что вы сегодня нашли время, чтобы прийти и посмотреть наш концерт. Сегодня мне будут помогать мои прекрасные ученицы, наши воспитанницы хореографической студии «Иллюзия». И следующее стихотворение мне поможет рассказать про Тасова Мария. Если ты устанешь, Мэри, от романтики и песен, От волшебной виллы светлой, под стеной которой сад, Мэри, я смогу, поверь мне, сделать жизнь твою чудесной. Вот представь, побудный ветер. Ты — пиратка. Я — пират. Мы поднимем флаги в небо на худых и длинных мачтах, На чернеющих полотнах обозначим черепа. Вычисляя по омегам, мы найдем с тобой мрачный путь, Потеряны на волнах и пустые берега. Вечерами будем дружно танцевать на больном пире, Ром и Мэри разливая, будем пить на брудершапт, Будем пить из рюма кружек, Мбиться в шутку на рапирах. Осознаешь — ты живая, И тебя не удержать ни богатством и ни клеткой, Даже если с позолотой. Ни шелками, ни камнями, ни одним морским узлом Ты, заманчивое лето, с чистой, ласковой заботой, Награждающая ябью, а не вымаленным сном. А потом увидим остров, Опоясанный пьянящим ароматом роз огромных и роскошного вина. Остров обратится в россыпь острых стрел в огне горящих. Мы не просто схватим город, Мы сожжем его дотла, Вознесем свои заставы, замки, каменные стены, Коронации устроим под громовый рык Химер, Трон поставим в черной зале, И падут аборигены у дворца при длинном строем. Королева в любустье. Заглашайся, слышишь, Мэрию, Континенты в подчинении, Все моря и океаны, Горы, небо, виноград, Экзотические звери, Все приказы к исполнению, Полюса, Меридианы, Твой возлюбленный пират. Спасибо большое. Следующее стихотворение будет о взрослении, о детстве, Об этапах взросления, о взрослой жизни, О ее перипетиях и, возможно, в каких-то грустных моментах. Но в конце-то мы знаем, что все равно все будет хорошо, правда? На сцену хочу пригласить сейчас Татаренко Елизавету. Шепот вырвался из тлена И застыл в немом вопросе. Я ищу конец вселенной в догоревшей папиросе. Майский дым витает в легких, Объединяя всех на свете. Я на время стал ребенком, И все люди тоже, дети. Нас не трогают проблемы, Мы гуляем по тропинкам. А в меня влюбилась Ленка. Только я люблю Маринку. Расскажу им свою правду. Я же честный, Я мужчина. А мужчине врать не надо. Папа с мамой научили. Мы сидим на толстых ветках, Рвем плоды роскошных яблонь, Льются волнами куплеты. Все друзья со мною рядом. Я уже почти не мальчик, Только старые привычки. Можно велик, змея, мячик И нельзя утюг и спички. Льется солнце с небосклона В золотом своем зените. Лучики сверкают, словно солнце Распускает нити. Нам все так же жизнь, как песня. Нескончаемо и длинно пролетает С доброй вестью сквозь витрины магазинов. Повзрослеем мы не скоро. Детство так бескрайне просто. Стану старше, буду строен. И чуть-чуть повыше рост. Снова осень на пороге. Снова лето за спиной. Только взрослые намного чаще шутят надо мной. И меня слова волнуют. Подрастешь, поймешь. И странно, все взрослеют, почему я все никак не вырастаю. За спиной не только лето, но и школа, и диплома. Жизнь не сладкая конфета, а узлы перелома. Время рвется с друзьями связи, проверяет нас, беспечных. Начинаем в каждой фразе слышать призрачную вечность. Я иду неторопливо по центральному проспекту. Мягко льется ритмотивом детское простое лето. Жизнь над нами шутит дерзко. В то же время светит чудом. Набираю смс-ку. Лен, привет. Я скоро буду. Спасибо большое. Сегодня для вас. И поможет мне его рассказать для вас Журавлева Полина. Добрый вечер. Вас приветствует командир корабля. Пилот международного класса. Ей не то чтобы плохо, ей хочется просто встать, Со слезами уйти и послать этот мир к чертям. Но в своей прохладной утробе ее заточила сталь, затянув датка за тугую петлю ремня. Аварийных выходов много, но выхода нет. Ведь по сути решать приходилось всегда самой. И купился случайный, ненужный совсем билет. Видно просто в системе внезапно случился сбой. Замыкает внутри и бежит по экрану текст «Помогите мне кто-нибудь». Все оппоненты спят. Ее душит салон, обнимает тревога, стресс, сумасшествие, страх. Но бежать никуда нельзя. Обрывается связь, огоньки освещают путь, Остальным, распуская крылья, дают покой. Бьется бешеность сердца, почти разрывает грудь, Но она словно рыба вдруг стала глухонемой. Ей плевать, сколько душ рядом с нею сидит на борту. Самолет горделив и берет наивысшую ноту. Шум турбин, темнота, фонари и провал в пустоту. Экипаж по местам. Господа, мы готовы ко взлету. Следующее стихотворение будут такие легкие, романтичные, облюбленности, о весне, наверное, внутри. И я очень хочу, чтобы сейчас мне помогла стихотворение Рассказать вам скрипникова Ксения. Зима в очках, строчить скрижали. Она строга и бесконечна. Босая, в клетчатой пижали, я выхожу весьма навстречу. Скачу, повиснув на перилах, и пролетают три ступени. Весну не выкупишь за грибны, за евро, шивинги и пенни. Не уярила, не ушибы. Весна всевышним неподвластна. Весна пред ними не грешила. И потому она прекрасна. Я выбегаю из подъезда, бегу сквозь двор и дом, и садик. Бегу по улице под съездом, минуя чей-то полисадник. И вдруг стою. Зима сурова, правопорядочный хранитель. Идет по улице серого, на ней сверкает белый китель. Мне тычет в нос листком хрустальга. Мол, разворачивайся, живо. Мол, я еще на пьедестале. Весна его не заслужила. Стою, молчу, топчусь на месте. Ресницы выни и холодно. И говорю, пардон, а если весна нашла хороший повод Чуть раньше встать тебе на смену, твой труд себе от половины. Ну а теперь, моншер, посмею тебя чуть-чуть с пути подвинуть. Зима опешила, но все же сдалась, порвав свои почеты. И говорит, ну, раз поможет, тогда я сматываюсь к черту. Сосульки в узелок сложила, собрав сроку пылесосов. И тихо в танцы покружила, по ледяным своим торосам. И я опять бегу, как в детстве. В клочки волос вцепился ветер. Весна, пора стихийных детствий, но самых благостных на свете. Весна летит в мои объятия, под ногами лужи, лужи. И мне ее вовек не хватит. Такой чудной и безоружной, такой ранимой и громадной, Улыбчивой и фантильной, стащившей мамину помаду, Разбившей бабушкин светильник. Такой забавной и влюбленной, Вплоть до мурашек и до дрожи. Такой до неба окрыленной. И на меня такой похожий. Они прекрасно читают эти стихотворения на своих свадьбах. И на самом деле это очень приятно. И очень много людей получили, наверное, такой заряд веры в любовь, благодаря этому тексту. И мне, правда, присылают очень много сообщений С благодарностью за этот текст. И вообще это на самом деле невероятные ощущения, Невероятные чувства. Я написала это стихотворение своему мужу. И сейчас я хочу прочитать его вам. Ты значительней, чем любовь. Ты светлее любого дня. Если ты превратишься в боль, Что останется от меня? Я на каждую клетку. Ты. Я на тысячу лет. Тебе. За тобою на все фронты. За Атлантипу. И в Тибет. И петляя меж синих льдин, И сживая холодный страх, Буду я за тобой идти С белым и нем на губах. Буду рядом и спать, и жить, И беречь твой покой, и тише. И не станет на свете лжи, Если ты во мне говоришь. Если голос твой я ловлю Через мили и города. Если спросишь тебя, Люблю ли? Без раздумий отвечу. Да. Если взгляд твой во тьме Маяк. Буду следовать я за ним. В неизжитых никем краях Будешь мною навек храним. И в ребре у меня Небес. И в ребре, и под сердцем Ты. Ты волшебней любых чудес В очертаниях золотых. Боже, сколько я еще скажу раз О том, что не описать. Можно, молча к тебе прижмусь И закрою свои глаза. Если выпадет в жизни путь, Разломив нас напополам. Если вдруг предстоит свернуть И пойти по чужим тропам. Я тебя буду ждать и ждать Словно хатика Или бим. Пусть обходит тебя вражда. Пусть ты станешь непобедим. Я укрою тебя от всех, Если будет нещадный бой. Да светится на небесе Божья милость перед тобой. Все дороги переплету, Лишь бы снова тебя найти. Я исчерпаю клевету, Нас сбивающую с пути. Время тает, как белый дым. Засыпаю в твоих руках. Нам до вечности молодым Незнаком ни запрет, ни страх. Нам все трудности по плечу. Дай мне слово, что до конца. Дай мне слово, что нежность чувств Не сойдет с твоего лица. Дай мне преданность и любовь, И заботу, и доброту. Поклянись, что и в чарах снов Не оставишь меня одну. И отступит навеки смерть, Не погаснет огонь в глазах. Я хочу на тебя смотреть Между строчек в моих стихах. Следующее стихотворение Я прочитаю без музыки, Потому что оно на такую Достаточно серьезную тематику, Военную. И это стихотворение Я написала о таком, Такой традиции, Которая стала уже ежегодной С недавнего времени, Которая называется Бессмертный полк. Без музыки. Я жива. Мы живы, мама. Вижу небо. Мы разгромили их. Теперь пора домой. Встречай меня малиной, Теплым хлебом. Я сам не верю, мама. Я живой. Игра велась без времени и правил. Но кто стоит за этим? Чья вина? Я возвращусь. Не пойман и не ранен. И ты вдруг осознаешь, Что жива. Мы все идем, Счастливые солдаты. Нас целый полк И строим нет конца. Глухим биением Этого барада Поют несокрушенные сердца. Я иду по каменной дороге, Не чувствуя земли. И что с того? Пускай руки не мои, Чужие ноги Несут меня по звонкой мостовой. Но ощущая эту принадлежность Лицом к лицу, Без времени, Вперед. Сбежавшие из плена зарубежья Зовут себя воинственно. Народ. Бессмертным быть И ни один, ни лишний. Герои все На фронте И в тылу. И фотография Счастливого мальчишки Прибила ветром К пыльному Стеклу. Про веру в объединенность наших сердец, Веру в любовь, В добро, В дружбу, В неразрывные связи Между нами. И рассказать мне поможет Его Александра Катя. Мы вместе Все переживем. Все переждем И перетерпим. И в городах Весенний ветер Перемешается с дождем. И будет мир на той оси, С которой он сошел случайно. И будут гости, Будет чайник, Гитары громче голосить. Смешаются в единый звук Все голоса и шум планеты, Все влюбленные сонеты В руках волнующихся рук. Загружат счастье карусель, И полетят слова из книжек, Распустятся в садах, Как вишни, Объятия близких и друзей. Нам все покажется Таким далеким, странным, Невозможным, Но только истин непреложных Не разлетится белый дым. И будут в море корабли, Рука в руке, И сердце к сердцу, И их биение в килогерцах, И пульс над уровнем земли. Откроем переменам дверь, Без страха начинать сначала. Мы станем выше всех печалей, И все наладится, поверь. Следующие два текста Будут про искусство, Про мою любовь к нему. Девочки тоже, я думаю, Подтвердят их любовь к искусству Во всех его проявлениях. Мы стараемся развиваться Не только в плане хореографии Нашей основной сферы, Но еще и расширять кругозор, Как-то находить другие интересные Виды искусства, Пытаться их трогать, Смешивать, Как, например, Наш сегодняшний концерт. И рассказать на текста ряне Поможет Соколова Виктория. АПЛОДИСМЕНТЫ Без страха и без ревности к нему На рандеву меня отпустит каждый, И эти чувства мне не по уму, И в их нехватке наступает жажда. И сколько бы мне ни было декад, И душ бы сколько ни переселилась, Одной из высших будет мне наград Его достопочтеннейшая милость. Всю жизнь ищу пути к его сердцам, Учусь завоевать расположение, Я вижу в нем ухмылку под лица И становлюсь растерзанной мишенью. Оно не прячется от волн моих атак, Скорее я боюсь уйти и сдаться, Но я расту, И хочется мне так быть частью Всех его реинкарнаций. Когда не тянется невидимой рукой, Я чувствую безжизненно и пусто. И в миг, когда вхожу в его покой, Пою Всегда твоя Слуга Искусства. Следующий текст будет «Овдохновение». Киносцену я приглашаю Лима Диану. Над вдохновленным возносятся строчки, Что прячутся в каждом великом поэте. Буквы, иероглифы, знаки и точки, Мысли о невозвратившемся лете. Над одиноким летают печали, Музыка скрипки, дождя и тумана. Он мыслит о жизни слепыми ночами, Теряя искусство самообмана. Летают над радостным яркие краски, Солнце дарует улыбку и кисти, Чтоб радостным мог разрисовывать счастье, Продлив на ладонной линию жизни. Над музыкантом летают диезы, Нотные станы, виоланчелли. Над режиссером новые пьесы, А над художником тон акварели. Над воплощением лени — Устоты. Над идеалом — Мотив безупречности. Над альпинистом — Снега и высоты. А надо мной — Только знак Бесконечности. Ситуации, которые отдаляют нас друг от друга с близкими. И это чувство, когда ты понимаешь, Что что-то уже идет не так, Это необратимый процесс, Но ты понимаешь в то же время, Что ты с этим уже ничего не можешь поделать. И на сцену я хочу пригласить Жерублеву Полину. Что-то сегодня не так, Все не то. У меня убежать бы до выхода нет. Дверь нараспашку, В руки пальто. И на вокзал. Покупаю билет. Еду куда-то, не зная куда. Главное — дальше от мыслей своих. Близкие люди тонут в годах, Боли и тайны свои утаив. Страх на душе. Никого рядом нет. Наедине только я и вида. Люди уходят, не выключив свет, За океан, поменяв города. Люди уходят, не помня о нас. И замирают на точках земли. Вот и секунду проходит, И час, год, и декада. Мосты подожгли, Нити порвались, терев адреса. Голос не дробнет, Молчит телефон. Разница снова времен пояса. Еду куда-то, снится мне сон. Паника яростно смотрит в глаза, Что-то из сердца пытаясь изъять. Люди уйдут, и настанет гроза, А я ничего не смогу предпринять. Следующее стихотворение про личностный этап становления Где-то между школьником, Одиннадцатиклассником И абитуриентом, То есть даже не студентом, Вот это пора экзамена, Когда голова размером с воздушный шар вот такая. И единственное, что хочется, Это уснуть, Где-то проснуться. Вот в конце мая уже, Когда экзамены будут сданы, Когда будет свобода. И Полина, Которая сейчас будет это стихотворение Со мной рассказывать, Такая сейчас находится на этом жизненном этапе. Мы, конечно же, желаем успехов В ее предыдущих начинаниях. Ну а пока, Полин, Находи на сцену. Мама, разбуди меня в самом конце мая. Я очень устала. В каждом случайном прохожем лице Вижу концовку начала. Мам, все пустые вокруг, как рули, Камнем засыпанный выход. Я отправляю свои корабли в гавань, Объятую тихой песней покоя. Там рябь по волнам, Там между ребрами птицы. Не верю рукам, языкам, именам, Улыбкам, глазам и ресницам. Мам, все сместилось в моей голове. Вторник на среду забрался. Мой человек по дороге ко мне Вдруг на разбудии остался. В просветах меж пальцами Вижу людей. Это туманная гамма. Все переменчиво в нашей судьбе. Все изменяется. Мама. Мы тем временем уже почти на финишной прямой. И сейчас будет очень длинная история. Сразу предупреждаю вас Собрать все силы терпения, Внимание в кулак. Это стихотворение Славянский миф. Я написала, Вдохновившись Происхождением своего имени У имени Злата Славянские корни. И сейчас это будет Большая история Про силу, Про красоту, Про веру, Про защиту. И рассказать мне поможет Чернин Злата. В мире Ходят слова преданий. Знают люди. Они свежи. В книгах Красочных заклинаний, Растворенных в проклятой лжи, Дети ищут себе ответы И все время чего-то ждут. Если хочешь про тьму со светом, То, пожалуйста, расскажу. В тридевятом-десятом царстве, Там, где небо целует гладь Бирюзовой волны, Пространство не идет перезимовать, Где поют о народе смело, Где богам проливают кровь, Снизошла на распутье Дева. Подражая дарам волхвов. И казалось, Она искусство, Будто чары в ней гипноз. Начало золотые бусы, Не спадали с ее волос. Неземной певучий голос Росы бродинок на плечах, Синеватый блестящий космос, Растворенный в ее очах. На пурпурных устах Все звуки превращались В благую лесть. Белый снег перемазал руки, Белоснежнее всех невест. Бескорыстие, мудрость, воля, Благородство ее души. Этот образ над каждым домом В каждом сердце дышал и жил. Даровали ей люди имя Звенислава И нарекли с вышепосланной Берегиней и Царицей всея земли. Силой мудрости, Доброй чести, Восхищался и сам Баян, Звенислава слагала песни О великих делах славян, Исцеляла могучим словом Погруженным в дрожанье струн, Освещала собой просторы, Уподобившись божеству. Люди жили в надежной правде Под крылами мирской любви Звениславы Великой Радии Ее имя превознесли Над пространством, Залитым светом ее сердца, Как будто хорс поселил в ней лучи И лето. Лето цвета ее волос. Но среди бесконечной правды, Средь беспечности и добра Были те, кто совсем не рады. Два исчадия, два врага. В них кипела кривая злоба, Избивалась, как дикий змей. Глухо хлопнула крышка гроба Над спокойствием тем земель. И настала пора бесчинства, Умерщвлений, кровавых дней. Весь народ потерял единство Под напевы его смертей. Копья цепи, ножи, пращи, Вечер в утро и свет во грех. Звенислава бежала в чарщу, Угасая во благо всех. Белокурые пряди в саже, Голубые глаза в слезах. В круг заставы колоссы стражи, В сердце девы лежит боль и страх. Дождь и ночь, ветры в юге выли, Кровь сочилась из свежих ран. Звенислава сложила крылья Во спасение всех славя. Дева шла по обрывам, скалам, Под ногами клубилась в пыль, А на шее ее кроваво Еле тепрился Аллатырь. В сердце крики, утраты горе. Перед взором большая рать. Вдруг за ней во след погоня. Что же делать? Куда бежать? Дева падает и немеет. Что за странный незваный гость? Открывает глаза, Пред нею возникает калина в мост. Дикий танец тяжелых звуков, Первый вестник любых расправ. Она видит владельца духов, Нареченного Резислав. С детства был королем поверья В мире темных всевластных сил. На кругах четырех империй Своё имя провозгласил. Он подходит к несчастной деве, Поднимает ее с земли И проносит над огнем тело, Перепачканное в пыли. В царство мертвых приходит тихо, Все порталы закрыв навек. Начинается снежный вихрь. Он предчувствует... Человек. Мост блестит в дымовой завесе, Драгоценные камни, снег. Над рекой идет невеста, И невеста не человек. А с невестой Властитель царства мертвых, Небо и зеркала. Прорезаются через пальцы Два невидимых крыла. В светлых прядях Олеют розы, Увенчали собой главу. Все алмазы, как будто слезы, Что качаются на ветру. Черный пепел мешает белый, Только с неба легчайший пух. Звени слава, благая смелость, Смерть и вечность исчадий двух. Все могущество девы в правде, Где теряет себя обман, Возрождение мира ради, Ради мира ее славян. Ей осталось вселить надежду, Дать уверенности огня И соткать, как и было прежде, Новый свет из небытия. Все сказания, память предков, Унаследовать их есть дар. Пусть мы помним об этом редко, Если помним, горит пожар. Не померкнет огонь в алмазах, Будет литься рекой мед. Будет я, сказитель великой сказки, Если верить, она придет. И это стихотворение я хочу посвятить им. Мы нашли себя здесь, сейчас, В королевстве больших зеркал. Мы здесь долго, А кажется, час, И танцует балетный зал. Громко музыку с точки начала Стынет в венах от счастья кровь. Сердце снова сильней застучало, Знаем, танец — наша любовь, Занятия, слезы, обиды. Пусть путь будет к звездам тяжелый, Пусть крики и громкие всхлипы, Танец — судьба, а не школа. Софитов слепящих свечения Со сцены едва дыша. Танец — не увлечение, Танец — наша душа. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. А сейчас я хочу пригласить на сцену Всех прекрасных участниц Этого концерта, Наших звездочек-учениц. Пожалуйста, все, выходите скорее к нам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо большое всем за внимание, за вашу чумку, за ваши аплодисменты. Нам было очень приятно. Большое спасибо. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok